Во-первых, мне невероятно приятно быть в моем любимом городе опять в Питере и опять работать замечательным, выдающимся коллективом, оркестром Мариинского театра. Это для меня огромная радость. И вот я сейчас гуляю по Петербургу и вдыхаю аромат всего искусства, который в этом городе веками уже набрался и сегодня тоже продолжается вот эта традиция. Недавно вышла книга отца Алексея Мачаварьяни, художника «Время», в которой он на нескольких страницах воспевает свою любовь к этому городу и очень, так сказать, подчеркивает то, что Ленинград, он приезжал не в Петербург, а в Ленинград, тогда город так и назывался, хотя он очень часто употребляет слово «Петербург», сыграл в его жизни решающую роль в его росте и в его карьере. Да, верно, родился в горе, но уже в возрасте восьми лет был арестован и присужден к расстрелу, так как его отец был эмигрант. Это 21-й год? Да, его отец был эмигрант и повезло, так сказать, моему деду то, что в то время, когда Красная Армия обошла в Грузию, он находился за рубежом и ему сообщили, что его двух братьев уже расстреляли и предупредили, чтобы он не ехал обратно. Ну вот он, так сказать, остав свою жизнь, прожил в Париже. И вот осталась его жена Мария с тремя сыновьями, самый младший был Алексий Бочевариани. И вот их арестовали, посадили и сказали, завтра мы вас расстреляем. Но всегда в жизни, видимо, у хороших людей всегда появляются и хорошие люди, которые им помогают. И дед очень одной семье помогал, активно помогал. И вот тот молодой человек из этой семьи стал чекистом, и он их ночью выпустил и сказал, бегите. Да, после этого еще, чтобы, так сказать, тему эту закруглить, его раз сорок арестовывали. Уже он тогда был не только сыном, но и братом эмигратора, потому что его старший брат тоже взял и сбежал и поехал к отцу в Париж. Он очень красиво описывает, как он пошел к двоюродному брату деда, очень старому человеку. И сказал, слушай, вот так, так, истязают. И тот ему сказал, опытный человек, с такой фотографией есть, даже с огромной бородой, белой. Он ему сказал, дядя Сандро, Александр его звали, дядя Сандро был такой. Тот ему сказал, ты молодой человек, ты спортсмен. Папа был чемпионом Грузии и Закавказья по гимнастике. Если, говорит, он начнет этот твой истязатель на тебя кричать, накричи, говорит, на него еще вдвое сильнее. А там, говорит, ты крепкий парень, дай, говорит, ты ему так. Либо, говорит, тебя расстреляют, либо тебя сошлют, либо отпустят и оставят в покое. В общем, отец последовал этому совету. Уже в самый последний период Сталина он тоже оказался, так сказать, в немилости. Кстати, его уже в формализме обвинили, вместе с Шестаковичем, Кабалевским и вот этой компанией. Он попал под это постановление и требовали, чтобы он извинился, чего он не сделал. И, в общем, довольно-таки гнев был серьезный. Он должен был извиниться за то, что он написал первую симфонию. И он опять попал в список тех, кого должны были сослать. На этот раз в Казахстан ссылали. Вот эта волна была, так сказать, казахстанская. И люди, которые, так сказать, могли ему это сказать и предупредить, они сказали, Алексей, ты осторожно. Много лет спустя отец на похоронах одного из своих школьных друзей. Вдруг к нему подходит его одноклассница из Гори. Тамара такая, говорит, Алико. Они его Алико назвали. Алико. Видишь, говорит, уходим. Уже уходят люди из нашего поколения. Я, говорит, сочла, что все-таки ты должен знать эту истину, потому что я тоже могу, говорит, умереть завтра, послезавтра. Я не хочу эту историю с собой в могилу забрать. В чем дело, спрашивает папа. Дело, говорит, в том, что ты, говорит, вот в начале 50-х был, говорит, в списке. А я, говорит, работала секретаршей председателя Совета Министров Грузии. И в кабинете, говорит, у председателя был, говорит, красный карандаш, которым он имел право вычеркнуть кого-то из этого списка. И вот, говорит, его не было в тот день, он на какое-то заседание пошел. Я, говорит, вошла в кабинет и увидела тебя. И тогда, говорит, я решила, что я все-таки это должна сделать. Я, говорит, взяла этот красный карандаш и тебя подчеркнула. Вы представляете себе, это судьба какая-то, это невероятная история. Значит, она рискнула тогда абсолютно всем. Не только карьерой, жизнью рискнула она. И вот так она его вторично, он был спасен. Он был, конечно, счастливым человеком. В том смысле, что взрыв, который произошел благодаря его искусству и музыке, конечно, ему дал очень большие плоды. И в основном, я бы сказал, что его успех и в рамках Советского Союза, и за пределами Советского Союза, он связан с этим городом. Потому что здесь Мравинский исполнял его, Рабинович исполнял его, здесь играл Оистрах, его скрипичный концерт, Миша Вайман был первым интерпретатором и феноменальным исполнителем Михаил Вайман. Гудников, Мравинский дирижировал и симфонию, и это Гаук дирижировал тоже здесь и в Москве, конечно. Вот. Сразу после первой премьеры «Отелла» вторая состоялась в Мариинском театре. Буквально через несколько месяцев. Витязь в цыгровой шкуре. И уже, я не говорю о камерной музыке, которая тоже очень часто исполнялась. Такие большие полотна. Например, первую симфонию я исполнял уже позже здесь, и я записал с оркестра филармонии. Вторую симфонию я здесь исполнял. Третью, первое исполнение было здесь. Четвертая симфония, первое исполнение было здесь. Пятая симфония, ее премьера состоялась на фирме «Мелодия». Мы записали с оркестра Мариинского театра. То есть, симфоническая музыка, камерная музыка. Я помню, вот когда, вот как раз это период, когда «Витязь» только поставили, в консерватории провели вечер музыки Мачавариани. Гергеев дирижеру, он исполнил, то есть они, оркестр и он, исполнили скрипичный концерт, играл замечательный молодой скрипач петербургский. И оратория «На смерть героя». Консерватория попросила его провести этот концерт. И он его провел. Потом был еще другой концерт «Камерная музыка». Исполнялась баса музыка, его фортепианные, вокальные, хоровые сочинения скрипичные. У него же, не знаю, сколько для скрипки он писал невероятное количество музык. Мой дебют, мое первое выступление здесь, состоялось с оркестром филармонии. Тогда я еще Моровинский был руководителем оркестра. И тогда, вы знаете, тогда работали такие организации, как Госконцерт, Союз Концерт. И вот как-то по линии Союз Концерта я прибыл в город-герой и дебютировал, дирижировал Дон Жуан, увертюру Моцарта. Скрипичный концерт Мочаварьяни играла Льяна Исагадзе, кстати. Вот мой дебют был в этом городе. Мы друзья давнишние. Она прежняя мама моего сына. Льяна, мы с ней старые-старые друзья. И она мой музыкальный талисман. Я вам могу это абсолютно уверенно сказать, потому что мой вообще дирижерский дебют состоялся с ней. Мой дебют в этом городе состоялся с ней. Я вам рассказывал. Мой дебют в Москве состоялся с ней. И также за пределами страны тоже с ней. Так что, кроме дружбы, она еще мой талисман. И моя первая запись, пластинка на мелодии, тоже связана с ней. Это был Мочаварьян, Скрипичный концерт. Я тогда такие программы дирижировал, как симфония Брамса. Допустим, я здесь играл единственную, первую, домажорную симфонию Вагнера. Это было первое исполнение в СССР. Тоже филармонии. Но мне очень-очень приятно встретиться и с новым слушателем, и с теми, которые когда-то еще меня слушали. Знаете, когда я был молодым и читал «20 лет спустя Дюма», я думал, господи, о чем они разговаривают? «20 лет спустя, это же вечность». А теперь вот как раз «20 лет спустя» я приехал опять в этот город и дирижирую здесь, и, конечно, в оркестре сидят. Новый, хотя увидел, нескольких с которыми. В 89-м году мы гастролировали в Тбилиси, показывали «Витязя в тигровой шкуре», Грузии. Заказал украшение строптивой отцу театр Станиславского, инимирующий Данчика, Дима Брянцев. И, к сожалению, не осуществилась тогда эта постановка. Вы знаете, что Дима трагически погиб. И, в общем, так как-то зависит этот балет в воздухе. Как балет он еще не был поставлен. А вот в сюитном, в концертном виде он исполнялся неоднократно. Так что, у меня есть большая заинтересованность того, чтобы, так сказать, по-моему, он уже вызвал интерес определенных хореографов. И есть перспективы его воплощения станического. Я сделал сюиту, потому что, фактически, я столкнулся с этой партитурой уже после смерти отца. И так же, как я столкнулся с партитурой оперы Медея. Совершенно случайно даже не знал, что он ее закончил. Кстати, на мою либретту. И вот украшение строптивой. Это фактически два часа музыки балет. Огромный двухактный балет. Я его переделал на три акта. Не сократив музыку. Просто я расширил, я предпочел по меньше времени каждый акт с двумя перерывами. И вот теперь играем сюиту, которая, так сказать, дает тоже определенное впечатление, общее впечатление музыки балета. Здесь это первое исполнение. Ужба — это самая крупная вершина на Южном Кавказе, в Грузии, в Сванетии. И по легенде к вершине Ужба был прикован Прометей. И поэтому совершенно не случайно, что после пятой симфонии, которую отец назвал Ужба, шестую симфонию он назвал Прометей. Но тут в пятой симфонии программа условная. Это символ вершина тут не как географическая вершина, а как духовная вершина. Когда Рихард Штраус писал Альпийскую симфонию, он не хотел там луга и снежные вершины, альпов в прямом смысле слова переносить. То есть это символ возвышенности. Каждая вершина является символом возвышенности. И музыка этой симфонии такая, что она из какого-то бурления, она начинается гулом гор, невидимым гулом гор. Вот у меня это бывало несколько раз, это ощущение, я это и в Грузии, и во Франции, и в Австрии, в Альпах, это я слышал. Вот полная тишина есть какой-то гул. Этот гул вы слышите не нормальным слуховым аппаратом, а обостренным слуховым аппаратом. Вот это какое-то движение, вибрация, которая в горах есть, вибрирует. И вот эта вибрация, в начале этой симфонии ее абсолютно ясно можно определить, а то она вырастает в какие-то гигантские картины. И в конце она растворяется, именно что растворяется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...